Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации? В бюллетене лишь один вопрос, рядом два варианта ответа. Голосование по поправкам в разгаре. Я действительно считаю, что мой гражданский долг прийти и проголосовать, потому что те 12 пунктов, которые у нас на сегодняшний день внесены в поправку в Конституцию, они действительно очень важны. В первую очередь я, конечно же, обращаю внимание на стабильность и развитие. Мне, как гражданину Российской Федерации, очень важно, кто будет нашим управленцем, кто будет управлять нашим государством. Естественно, я обращаю внимание на семейные ценности, которые на сегодняшний день тоже имеются в поправках Конституции. Для меня, как для семейного человека, для мамы, для супруги, естественно, это тоже очень важный момент. Конечно, чтобы избавиться от людей, которые имеют двойное гражданство и паспорта для других государств. Это очень важно, чтобы они не управляли нашей страной. Я считаю, что нужно проголосовать за поправки в Конституцию в части медицины, потому что каждый гражданин нашей страны должен получать доступную медицину и качественную. Те, кто не до конца ознакомился с полным перечнем поправок, могут сделать это прямо на избирательном участке. У нас есть информация об изменениях. Люди подходят к стендам, они читают, они знакомятся и потом принимают свое решение. Мы надеемся, что все придут и выразят свое мнение. Конечно, это же важно. Голосование в условиях пандемии проводят с учетом всех правил безопасности. Об этом можно не волноваться. При входе уже привычная процедура измерения температуры, санитайзеры и все необходимые средства индивидуальной защиты. Расстояние между голосующими строго соблюдается. Для этого есть специальная разметка на полу. Чтобы отдать свой голос за или против, еще есть время. Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации продлится до 1 июля включительно. Онлайн-голосование прекратится чуть раньше, вечером 30 июня. Нина Бережная, Алексей Сыченко, Новости, Химки ТВ.